В большинстве базовых моделей микроэкономики мы сталкивались с поведением компании в детерминированных, то есть жестко заданных предопределенных условиях. Фирма на рынке совершенной конкуренции принимала как данность цену, установленную на рынке, и максимизировала прибыль при заданной функции издержек. Монополист работал в условиях фиксированного спроса на продукцию, и даже олигополисты, ведущие между собой стратегическое взаимодействие, понимали, как ведет себя другая страна и считали это поведение неизменным. В жизни все бывает по-другому, и прибыль производителя часто зависит от внешних факторов, которые тот не в состоянии контролировать. Мы изначально не знаем, будет ли благоприятна рыночная конъюнктура, как будут вести себя конкуренты, не появятся ли на рынке новые игроки и не ведет ли государство новые ограничения. При этом рациональный экономический агент имеет представление о возможных сценариях развития ситуации и о приорных вероятностях каждого из них. И если так, то ему не составляет труда посчитать математическое ожидание прибыли при каждой стратегии поведения и выбрать ту, которая доставляет максимальное значение. Пусть, например, две стратегии поведения, консервативная и агрессивная, более доходная, но также и более рискованная, принесут предпринимателю при реализации оптимистического, реалистического и пессимистического сценария прибыли, представленные в таблице на слайде. Пусть также вероятности реализации каждого из трех сценариев составляют 30, 50 и 20 процентов. Найдем в этом случае ожидаемые прибыли от каждой из стратегий. V1 равняется 0,3 умножить на 50 плюс 0,5 умножить на 40 плюс 0,2 умножить на 30, то есть 41. V2 равняется 0,3 умножить на 70 плюс 0,5 умножить на 46 плюс 0,2 умножить на 0 равняется 44. Видим, что в среднем более агрессивная стратегия приносит большие прибыли, поэтому в данных условиях предпринимателю можно рекомендовать использовать именно ее. При этом результаты будут в очень существенной степени зависеть от того, насколько точно мы оценили вероятность реализации каждого из сценариев. Например, если вероятность реалистического сценария останется неизменной, однако шансы на оптимистический сценарий сократятся хотя бы до 20 процентов, ситуация поменяется. V1 равняется 0,2 умножить на 50 плюс 0,5 умножить на 40 плюс 0,3 умножить на 30 равняется 39, а V2 равняется 0,2 умножить на 70 плюс 0,5 умножить на 46 плюс 0,3 умножить на 0 равняется всего 37. Таким образом, уже первая консервативная стратегия приносит большие ожидаемые прибыли. Таков наиболее простой взгляд на принятие решений в условиях неопределенности. Однако он наталкивается на некоторый набор весьма распространенных ситуаций, в которых подобные схемы поведения не являются реалистичными. Рассмотрим некоторые из них.